Это раньше казалось очень странным и даже невозможным, но сейчас мы сталкиваемся с такими данными статистики, что волосы дыбом становятся. У россиянина меньше одного друга на человека. То есть люди не могут сказать, что у них есть друзья. К 40% приближается количество людей, живущих одиноко. То есть сами по себе, индивидуальное домохозяйство. И это тоже в новинку. Таких людей еще 20-30 лет назад было меньше 20%, а сейчас такое большое количество. И это особенность нашего времени. Времени, в котором мы очень много сил тратим на всякую разную информацию. Тогда как раньше информацию, которую мы получали, мы получали из уст в уста от других людей. Мы с ними разговаривали, мы с ними неизбежно строили отношения, мы про них думали. Не про каких-то гипотетических людей из фильмов и сериалов про реальных живых людей. И этот навык достаточно сложно дается. Почему? Потому что другой человек просто нам что-то говорит, а нам нужно, потому что он говорит, представить его внутренний мир. И понятно, что представьте, что вы должны рассказать, чтобы другой человек понял все, то, что вы чувствуете, переживаете, почему вы это чувствуете, что для вас важно, почему это для вас важно, зачем вы что-то делаете и так далее. Вы должны будете очень много про себя рассказать. И то вряд ли другой человек схватит, поймет, осознает и сможет даже с вами в этом одном смысловом поле находиться. А теперь представьте, что другой человек вам что-то говорит. И вы должны реконструировать весь его внутренний мир, представить, что там с ним происходит. Это сложная задача. И в нашем мире решено огромное количество всяких разных проблем. Решена проблема голода, огромного количества болезней, безопасности, продолжительность жизни продолжает расти. За один век в два раза продолжительность жизни человека увеличилась. То есть, в общем, все проблемы решены, но мы просто не осознали наличие новых проблем. Со всеми плюсами всегда у всякой медали есть вторая сторона. И второй стороной стало именно то, что мы перестали друг другу сильно нуждаться. Мы многие вопросы можем решить без помощи других людей. И, соответственно, необходимость их понимать отпала. Но необходимость тепла, взаимности, душевного проникновения друг в друга, у нас эта потребность никуда не делась. Мы точно так же в этом нуждаемся. Просто разучились. Мы думаем, что проблема окружающих. Ну, они там какие-то не то, не все, не пятна, не десятая, эгоистичные, нарциссичные, абьюзивные и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле это отсутствие нашего собственного навыка дать тепло. Потому что, если мы умеем давать тепло, то, поверьте, на вас, как-то на понять лампочку, мотыльки будут лететь со страшной силой. И это задача, это вызов нового времени. У вас нет голода, нет болезней, но социальность теперь у вас сама по себе возникать не будет. Теперь вы ее должны формировать, создавать, учиться понимать других людей. Вот почему так важно, например, изучать психологию сейчас. Потому что дальше это же будет все пойдет дальше. Люди все больше и больше будут дистанцироваться, общаться с виртуальными помощниками и так далее. Но дадут ли они им то тепло, в котором мы нуждаемся, от другого именно человека, а не технического устройства? Ну, вряд ли. Поэтому это просто нужно осознать как задачу. ждать, каким-то чудесным образом вокруг вас сами собой возникнут люди, с которыми вам будет интересно, которые будут вам целны. Ну, это наивное дело. Их, наоборот, будет все меньше и меньше становиться. И на вес золота будут те, кто способен отдавать тепло, кто способен любить, кто способен понимать. поэтому просто перестаньте думать, что это проблема вовне. Да, вовне очень много проблем. Вот. Ну, вот именно такого социального характера. Но решаются они только изнутри. Спасибо за субтитры.